Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня первый день зимы, первый день нового месяца, 1 декабря. Мы можем вновь получить ежемесячную награду в торговой лавке. Какая награда нас ждет? Давайте зайдем в игру и посмотрим. Ежемесячной наградой является Buttercup, питомец. Описание его розовые рожки оживляют любую вечеринку. Питомец белорозового оттенка, лось. Можно, конечно, его прокачать, можно использовать в битвах питомцев. Каждый сам найдет для него применение. Как же быстро все вылутать? Поговорим о поручениях, те, которые выполнил я, и те, которые просто являются легкими. Открываем путь водитель по приключениям и изучаем, смотрим. Выполните локальные задания, локальные задания на голдишку, почему бы и нет, на твинках, на мейне, с включенным вармодом, еще получим дополнительную голдишку. Это по кайфу. Повысьте репутацию среди фракций Драконьих островов. Можно поюзать баджики, можно делать что-либо на твинках. На твинках мы получаем увеличенные очки репутации, при условии, если у нас на мейне все хорошо раскачано. Также можно подюзать какие-то баджики на берегах пробуждения, в тот момент, когда активен прилив снов. В какой-либо локации порой активируется бонус на 30% репутации, и это поможет нам быстрее все развить. Улучшите предмет Драконьими камнями. Просто-напросто идем к улучшателю предметов и улучшаем любые свои предметы, которые нам нужно. Пять раз. Вещи до 437-го итем-левела не требуют грибней. То есть на твинках просто тратим Драконьи камни, как вариант, и таким образом быстренько все это завершаем. Улучшите отношения со стражами сна. 100% мы делаем виклик на персонажа, которым нам нужно. В ходе этого виклика нам нужно получить полторы тысячи репутации. Мы можем садить семена, можем делать локалки, можем делать различные там квестики, провизовать баджи. Но когда мы садим 5 семян по другому виклику, мы также получаем нужное нам количество репутаций, а именно полторы тысячи. К тому же мы там еще и половинку искорки получаем, что в целом приятно. Получили Драконьи камни. Они отовсюду сыпятся, как с посадки семян, так и за локалки, так и за БГ. То есть делаем там все-все-все, сокровища вылутываем и получаем эти Драконьи камушки. Появите босса вне подземелья на Драконьих островах. Появился новый у нас ворлбосс. Это Аурастор, который находится в Зумрудном сне. Можно на твинке, как вариант, кельнуть, быть может шмоточка выпадет. Таким образом немножко приодеться. Выполните задание в Нордсколе. Не знаю почему, зашел на воина и мне сразу это засчитало. Как бы окей, почему бы и нет. Дополнительные поинты для полосы. Это всегда приятно. Выполните локальное пвп задание. Включаем вармод, открываем карту. И то локальное задание, которое будет со скрещенными мечиками, оно и является пвпшной локалкой. На текущий момент это необузданные чары. Вот так вот она выглядит, эта локалка. Выполните еженедельные задания по сбору ресурсов. Зашел на Драктира, у меня там горное дело и травничество. Сдал нужные ресурсы, таким образом поручение закрылось. Выполните 10 заданий, 25 заданий. Любые задания, любые локалки, все миксуется, все просчитывается. А теперь поговорим о других поручениях, которые можно быстренько сделать и подлутать поинты. Конечно, если вы не торопитесь и играете в обычном темпе, вы само собой закроете эту лавку. Но, быть может, вам просто хочется сделать все за один день. Или вы там, например, оплатите числа 30-го, 29-го игру и захотите, да, открыть торговую лавку, получить питомца. Имеются поручения формата финальный импульс. Они доступны в ластовую неделю, за них дают нормальное количество поинтов для полосы. И нужно, вот, выполнить, например, задания, локальные задания, данжики пройти. То есть, разные критерии имеются под этот финальный импульс. Таким образом, можно под конец просто быстренько закрыть, миксанув как с выполнением обычных заданий, так и формата финальный импульс. Так как на текущий момент идет начало сезона, и многие люди одеваются, посещают рейдики, данжики, я думаю, не проблема будет убить 5 рейдовых боссов в любом режиме абсолютно, и пройти 5 ключиков с целью заполнения виклилута. Также заказы на предметы. Можно как бы выполнять заказы от других людей, покрафтив им что-либо, заработав голдишки. Так и можно просто-напросто какие-нибудь обычные крафты покидать с твинка на мейна, почему бы и нет. Какие-нибудь там болтики, молоточки, шмоточки, что угодно, да. Когда заработаете очки чести, это-то, конечно, можно поделать, играя разные брекеты, но для этого, понятное дело, нужно хоть какой-то PvP гир иметь, чтобы иметь какой-то прессинг по вражеской команде, чтобы выигрывать, а не проигрывать. За проигрыш мало, да ведь за выигрыш все-таки много очков чести. Также можно до конца доделать выполнение заданий, то есть у меня, например, выполнено 20 локальных заданий, можно доделать до 25, таким образом получить дополнительные поинты. Также можно еще поделать квестики, у меня вот 11 бы, да, можно было бы сделать, и еще бы там поинтов получил, но никакой награды за выполнение сверхполосы просто-напросто не имеется, к сожалению. Переделка снаряжения тоже схожа с выполнением заказов, потому что порой люди просят рекрафты каких-либо вещей, и в целом это будет засчитываться и туда, и туда. Убийство Короля Лича, если вы до сих пор ходите за непобедимым, то почему бы и нет? К тому же это еще и будет засчитываться в убийстве рейдовых боссов. По факту у нас не так много поручений, которые закрылись бы за 10, за 15 минут, но все-таки быстро выполнить торговую лавку можно. Рассказано абсолютно все, показано абсолютно все. Надеюсь, видосик был вам полезен. Всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok